В филиале Ростелекома в Чувашской Республике новая традиция. Директор отправляется в Центр обслуживания клиентов, чтобы лично выяснить, что беспокоит пользователи услуг. У крупнейшего оператора цифровых сервисов страны миллионы пользователей интернета, телефоне и телевидения. Они хотят, чтобы услуги предоставлялись с максимально высоким качеством. Чтобы дешевые были, скажем, доступная цена. Специалисты компании уверены, главное это прямой диалог с абонентами. Встречи с клиентами позволяют выявить проблемные вопросы и найти оптимальное решение здесь и сейчас. Работаю дома, интернет нужен всегда очень стабильный. Включились, получается, в 2019 году, вот как переехали на другую квартиру, сразу подключили Ростелеком. Ну, то есть среди остальных компаний выбрали, понравилось. Нередко абоненты филиала жалуются на непонятное ценообразование. Оно должно быть предельно прозрачным и ясным, отмечает руководитель филиала Евгений Макогонов. Развивать сети, расширять пропускную способность каналов, закупать новое клиентское оборудование, предлагать новые тарифные планы, закупать новые HD-каналы для клиентов. Для всего этого нужны деньги. Если мы сейчас постоянно продаем дешево эти услуги, мы лишаем клиентов в будущем такой возможности. Поэтому здесь стоимость должна быть адекватной. Честными, я всегда за открытый диалог. Любому обратившемуся в Ростелеком, считают в компании, необходимо уделить должное внимание и предоставить исчерпывающую информацию. Поэтому специалистов, которые работают напрямую с абонентами, отбирают особенно тщательно. Для нас сейчас важной темой является клиентоориентированность. Так, чтобы у клиента не осталось никаких вопросов, потратить столько времени на клиента, сколько нужно. Система начислений, проблемы с оборудованием, скорость интернета. Пожалуй, так выглядит топ вопросов, с которыми чаще всего обращаются абоненты. Живой диалог поможет быстро исправить ситуацию. Практика показывает, 99% вопросов можно решить в день обращения. Продолжение следует...